Приветствую, друзья! Я сегодня хочу, очень хочу поговорить с вами про бешенство. Говоря про бешенство, я не имею в виду то состояние, в котором находятся наши соседи. Говоря про бешенство, я имею в виду совершенно конкретную инфекционную болезнь, смертельно опасную. Я еще раз повторю, кто не совсем это понимает. Это болезнь смертельно опасная. То есть, если вы заболели, то шансов выздороветь у вас ровно 0%. Поэтому все упирается в профилактику. Но почему сейчас это особенно актуально? Вот вам совершенно очевидные и понятные цифры. В Украине за первый квартал 2023 года было зарегистрировано 190 случаев вспышек бешенства среди животных. 190 вспышек. Это, еще раз говорю, первый квартал 2023. За первый квартал 2024, вдумайтесь, 370 вспышек. То есть, рост практически в два раза. Эти вспышки имели место более чем в тысячи самых разнообразных по всей территории Украины населенных пунктов. То есть, бешенство везде регистрируется. Наиболее актуальная ситуация в Донецкой, Луганской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Собственно говоря, главное, чего я хочу, чтобы вы понимали. Помимо того, что количество случаев бешенства растет, с контролем огромные проблемы. Реального количества случаев бешенства у животных не может знать никто. Потому что, как вы сами понимаете, в прифронтовой зоне контролировать бешеных животных практически невозможно. Сейчас, когда такое творится по сторонам, вакцинировать животных, опять-таки, многие забывают. И, встречаясь с дикими животными, многие надеются, что пронесет. А встречи с дикими животными стали проходить все чаще и чаще. Почему? Прежде всего, потому что огромное количество людей из городов перебрались в сельскую местность. Это раз. И второе, увы и ах, в связи с военным положением. Охота повсеместно запрещена. Количество лис, енотов растет в геометрической прогрессии. Люди по деревням воют воем. Просто воют воем. Потому что потерять все, что у тебя есть, гусей, кур и так далее, это совершенно очевидные вещи. Особенно с лисами ситуация, еще раз говорю, просто катастрофическая. Мне пишут куча писем, мне говорят люди. Такого не было никогда. Есть районы, где местные власти договариваются. Договариваются с военными, договариваются с администрациями, которые над ними. Принимают решения, временно разрешают охоту, отстреливают лишнее. Но в большинстве никто не хочет на себя ответственность брать. В результате количество лис просто нереальное. Я вот даже думаю, знаете, есть такая стандартная рекомендация. Стандартная рекомендация. Если вы видите посреди населенного пункта дикое животное, то надо позвонить в полицию. Вот если я сейчас призову вас звонить в полицию, когда вы в деревне увидели лису, то, поверьте мне, пол Украины только и будет делать, что будет звонить в полицию. Потому что вот бегает оно. Собственно говоря, к чему я хочу призвать? С одной стороны, я всех людей хочу призвать к тому, чтобы вы были бдительны. Во-вторых, я хочу просто призвать власти, администрации, особенно сельских регионов, решить вопрос, чтобы разрешить и решить как-то проблему от стрела расплодившихся лис. Потому что ситуация просто катастрофическая. Теперь самое-самое главное, что вы должны узнать из сегодняшнего видео. Если вас укусит кто-то, какой-то дикий зверь, мы потом подробно поговорим, что надо делать, чтобы он не укусил, как оказать первую помощь, если укусил. Но сейчас речь о другом. Если вас укусит какой-то зверь, то вы должны, должны зайти по ссылке, которая будет в описании к этому видео. И там будет полный список, по этой ссылке полный список мест, где в Украине можно получить вакцину против бешенства, которая спасет вам жизнь. И второе. Вот перед вами сейчас телефон горячей линии Министерства здравоохранения, где вам также могут подсказать, куда надо обратиться. А сейчас немедленно, немедленно поставьте лайк этому видео и поделитесь им. Потому что таким образом мы спасем огромное количество жизней. Сделали? Еще раз, ребят, сделали? Ну вот молодцы. Теперь подробности. Продолжаем. Итак, бешенство. Это вирусная инфекция. Вирус бешенства поражает нервную ткань, вызывая воспаление мозга, вирусный энцефалит, выздороветь от которого невозможно. То есть, если появились симптомы бешенства, ну понятно, что можно очень долго рассказывать про эти симптомы. Про водобоязнь знаменитую, про головную боль, про повышение температуры, про то, что некоторые пациенты, порядка 80% становятся очень агрессивными, ну как раньше говорили, бешеными, да, становятся очень агрессивными. 20% людей имеют так называемую паралитическую форму. Ну, собственно говоря, обсуждать симптомы практически бессмысленно. Потому что если есть симптомы, человек обречен. То есть, да, можно в некоторых источниках, в некоторых научных статьях найти указание на то, что когда-то кто-то, где-то один, два, может быть, три случайно выздоровели, и то это вызывает огромные сомнения. Тем не менее, если у человека возникают симптомы, он обречен. Все, что рекомендуют медикам, это медикаментозный сон, наркоз, чтобы дать человеку спокойно уйти и не мучиться. Бешенство – это нередкая болезнь. Ежегодно в мире от бешенства погибает от 50 до 60 тысяч человек. Вдумайтесь, о каких цифрах идет речь. Примерно 99% всех, кто заболевает, заболевает после укуса собаками. Тем не менее, в плане источников, в плане животных, которые являются источником бешенства, перечисляются еноты, летучие мыши, волки, лисицы и так далее. Также надо сказать, что ежегодно прививки от бешенства, которые делаются после укусов, получают, вдумайтесь, около 30 миллионов человек. И в целом вот эта встреча с бешенством, лечение, вакцинация, профилактика и так далее обходится человечеству в сумму от 8 до 10 миллиардов долларов ежегодно. Теперь конкретный вопрос. Кто болеет бешенством? Бешенством болеют только млекопитающие. То есть укус ящерицы, укус черепахи, укус змеи, укус птицы не имеет к бешенству никакого отношения. Да, там могут быть свои заразы, ну, например, там та же ящерица, замечательный источник сальмонеллеза, но бешенства от укуса ящерицы или черепахи у вас не будет. Только млекопитающие. Млекопитающие млекопитающему рознь. Чаще всего, ну, наиболее опасны собаки, лисы, еноты, волки. Очень актуальная тема и с каждым годом все актуальнее тема летучих мышей. Кстати, в отношении летучих мышей обращается внимание на тот факт, что укус летучей мыши, ну, вот на него требуются там доли секунды. И он настолько точечный, что при контакте с летучей мышью вы даже можете не заметить, что вас мышь укусила. Поэтому любой контакт с летучей мышью – это повод обращаться к специалистам, выяснять, не нужна ли вам вакцинация. Смотрите, мы уже много раз произнесли слово «вакцинация». Я, собственно говоря, сейчас не ставлю своей целью рассказать вам совершенно замечательную историю про то, как великий Пастер создал вакцину против бешенства, как она проявила свой эффект, как абсолютно смертельная болезнь, оказалось, теперь ее можно профилактировать. Тем не менее, я констатирую тот факт, что на сегодня в мире есть эффективные, очень безопасные прививки от бешенства всех антивакцинаторов, которые обязательно появятся под этим видео и устроят вой по поводу того, что все прививки – это бизнес на человеческих страданиях, и как они не хотят ничем вакцинироваться. Вот я хочу видеть, как они после укуса диким животным не пойдут вакцинироваться в ситуации, когда речь идет о потенциальном риске смертельной болезни. Вот прямо очень хочется услышать их аргументы именно в этой ситуации, но они скажут примерно то, что всегда говорят эти наши эксперты. Это другое. Тем не менее, обращаю внимание, что каждый наш человек примерно понимает, что если ему для спасения жизни нужна конкретная вакцина, то, как правило, теоретически спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Поэтому, если вы наберете в гугле «вакцины от бешенства купить Украина», то вы увидите в огромном количестве вакцины для профилактики бешенства у домашних животных. А вакцины для профилактики бешенства у человека вы увидите только в частных клиниках и за немаленькие деньги. Обращаю ваше внимание на то, что вакцина от бешенства – это, по крайней мере, утверждает Министерство здравоохранения. Так вот, Министерство здравоохранения утверждает, что в Украине достаточное количество вакцин против бешенства, которые есть везде, где эта вакцинация проводится. А она проводится чаще всего в травмпунктах. Занимаются такой вакцинацией, как правило, специалисты, которые называются рабиологи. Рабиес по латыни – бешенство. Соответственно, специалисты по профилактике бешенства – рабиологи. Вакцина для профилактики бешенства – антирабическая вакцина. Обращаю ваше внимание на то, что есть такая страшная, пристрашная страшилка, которая уходит корнями, еще в вакцинацию, которая делалась при пастере. О том, что уколы обязательно делаются в живот. О такой большой иголкой, что надо 40 уколов в этот самый живот. Люди. Времена 40 уколов в живот кончились давным-давно. Сейчас имеются вакцины, очень эффективные. Надо всего 5 доз. Это максимум 5 доз. В некоторых ситуациях надо даже меньше. Также должен сказать, что вакцины от бешенства используются двумя способами. Первичная профилактика. То есть речь идет о том, что у конкретного человека есть высокая вероятность того, что его кто-то непонятно и укусит. Человек собирается на сафари. Или он спелеолог. Или он лазит, изучает жизнь летучих мышей. Или он егерь. Или он занимается отломом животных. Или человек работает в лаборатории, где проводятся исследования бешенства. Так вот, таким людям делается первичная профилактика. То есть делается вакцинация, чтобы у них был к бешенству иммунитет. Таких людей относительно немного. Чаще проводится так называемая постконтактная профилактика бешенства. То есть когда человека кусает животное, у которого может быть бешенство. И нет возможности убедиться в том, это животное здоровое или нездоровое. Или заведомо известно, что это животное больное. Вот в такой ситуации после контакта с этим животным делается постконтактная вакцинация. Что имеется в виду по словам контакт? Вирус находится в слюне. В огромной концентрации находится в слюне. Если слюна попадает в рану. или на поврежденную кожу, или на слизистые оболочки. Ну, например, слюна попадает в глаза. Вот это все реальный повод к вакцинации. Теперь самое главное, на что хочу обратить внимание, если вас все-таки кто-то цапнул. Что надо сделать в первую очередь, если кто-то непонятный вас таки цапнул? Или вашего ребенка? Первое, что надо сделать, это немедленно в проточной воде промыть рану или промыть слизистые оболочки. Делать это надо длительно, не менее 15 минут. И желательно все эти 15 минут на фоне промывания использовать не просто проточную воду, а мыльную проточную воду. То есть мыльная пена, много мыльной пены и много воды – это главное внеотложной помощи. Обращаю внимание, что чем круче мыло, чем вонючее мыло, чем оно менее нежное, чем больше там хлора, тем это мыло эффективное. Вообще считается, что чуть ли не самое лучшее мыло – это обычное хозяйственное мыло. Вот это мыло идеальное для первичной обработки раны. После того, как хорошо промыли, после этого края раны обработали стандартным дезинфицирующим раствором. Например, раствором йода или 70% раствором спирта. Или любым санитайзером, который мы использовали во времена коронавируса, санитайзером, где не менее 65% этилового спирта. После того, как вы промыли рану, вы должны немедленно обращаться туда, где вам окажут помощь. Любые сомнения. Вот вы не знаете, что это за животное. Это повод обращаться к специалистам. Еще раз обращаю внимание, в описании к этому ролику есть список мест, где вам могут оказать помощь. И еще раз показываю телефон, по которому вы сможете проконсультироваться. Также прошу иметь в виду. Дикие животные не должны вести себя, как домашние. Если к вам бежит, виляя хвостом, волчонок, лисица, енотик там, еж или кто-нибудь еще, пожалуйста, убегайте подальше, не надо бежать ему навстречу с криком, ах, какой пушистенький, хорошенький. Также обращаю внимание, что, как правило, собаки, которые в мире на первом месте, как причина бешенства, так вот обращаю внимание на то, что собаки, как правило, не кусают людей просто так. Большинство собачьих укусов спровоцированные. Спровоцированные, когда ребенок или взрослый просто лезет к собаке, которая занята, которая занята едой или щенками, которая не до вас, которая вы подкрались незаметно. То есть любая собака должна вас увидеть, обнюхать, и только потом человек с незнакомой собакой хоть как-то пытается вступать в контакт. Также надо понимать, что животное заразно за 10 дней до появления симптомов. Поэтому вы никогда не можете заранее знать, и это животное здоровое или больное. Если после укуса вы можете установить за животным наблюдение, и в течение 10 дней животное окажется здоровым, то, скорее всего, вакцинацию можно будет или не начинать, или, смотря куда вас укусили, прекратить. Почему это так важно? Смотря куда вас укусили. После укуса вирус по нервным стволам медленно распространяется и добирается до головного мозга. Поэтому чем ближе место укуса к голове, тем опаснее. То есть когда кусают в ногу, то есть пару месяцев, а когда кусают в лицо или в шею, то есть пару недель. И об этом надо думать. Поэтому чем выше, тем опаснее, чем скорее принимается решение о введении вакцин. Далее. Я мог бы долго рассказывать, в каких ситуациях надо, в каких не надо. Но я хочу, чтобы вы сейчас поняли самое-самое главное. От бешенства не выздоравливает. Человек в здравом уме не должен рисковать, потому что, еще раз говорю, речь идет о смертельной болезни и в любой подозрительной ситуации. После контакта с млекопитающим, которое вас укусило или обслюнявило, так вот любые сомнения трактуются в пользу обращения за медицинской помощью. А врач расставит точки над «и» и решит, надо вас вакцинировать или нет. Поэтому, друзья мои, делайте правильные выводы. И обязательно поделитесь этим видео, чтобы много-много людей смогло сделать правильные выводы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok